Сегодня расскажем вам о наиболее важных событиях в жизни Ставропольской Невиномысской епархии за минувшую неделю, а также о предстоящих событиях церковного календаря. 20 лет назад, 16 сентября 2002 года, на телеканале АТВ впервые вышла духовно-просветительская программа «Ставропольский благовест». Жизнь православной епархии Северного Кавказа, православные храмы, церковные торжества и будни, судьбы интересных людей нашли отражение в этой передаче. Ее героями становились многие – священнослужители и просто верующие люди самых разных профессий и возрастов. За 20 лет было подготовлено более тысячи выпусков программы. Было очень сложно убедить вообще руководство советского телевидения в том, что такая программа вообще в принципе может идти. При том, что не местных, потому что руководитель был расположен, а именно Москву, поскольку это был все-таки федеральный телеканал, и вещание было уже, там, часы, которые местные. Началось все, в общем-то, удивительно просто и легко, потому что мы создавали проект утренней программы, и два часа прямого эфира, понятно, что сами наполнить не могли. Мы обратились в одну из компаний «Продакшн», где запросили рубрики различные, в том числе там была рубрика, которая называлась «Православная азбука». Она в утренний эфир как-то не очень вплеталась, и мы решили предложить этот проект епархии. Тогда еще был правящим архиереем владыка Гедеон, и несмотря на его уже такой преклонный возраст, на то, что это человек все-таки другой формации, не очень понимающий, может быть, что такое вообще телевидение, да, и как это может реализоваться в церкви, он услышал и отца Игоря Подоситникова, и Евгения Игоревича Бронского, который тогда был руководителем пресс-службы. И как-то все очень быстро произошло, но не в формате именно православной азбуки, а программы, которую сам же владыка с ударением на благовест. Не благовест, а Ставропольский благовест. Все эти годы руководитель информационного отдела Ставропольской Невиномысской епархии Лолита Склярова остается бессменным автором, режиссером и продюсером передач. Она нашла возможность дать далеким еще от веры людям не только услышать проповедь, а еще и увидеть жизнь церкви, ее таинство, а самое главное, то, почему люди приходят к вере в Бога. Вскоре по благословению правящего тогда архиерея митрополита Ставропольского и Владикавказского гидеона вышла в эфир первая программа «Ставропольский благовест». 20 лет пролетело быстро, очень многое за это время изменилось, но одно дело сделать программу и поставить ее в эфир, и чтобы она шла, а другое дело удержаться. 20 лет в эфире мы всегда шутим, что только спокойной ночи, малыши и поле чудес, наверное, наши коллеги, которые долго-долго идут на экранах. Но, если честно, я думаю, что это молитва тех людей, которые в какие-то годы работали над программой, над ее созданием. И Владыка Роман, якутский-еленский, и Владыка Феофилак, пятигорский-черкесский, и покойный Владыка Феофан, который очень внимательно относился ко СМИ. И, конечно, сегодня Владыка Кирилл, который очень хорошо понимает значение СМИ, и как это может косвенно влиять сегодня на нашу потенциальную аудиторию. Я хочу всех поздравить, всех, кто так или иначе за эти 20 лет прикасался к нашей программе, кто снимал, кто водил машину в эти отдаленные уголки огромной тогда епархии, кто был режиссером монтажа, кто помогал с начинкой текстов, коллегию нашу прекрасную, конечно же, всех выпускающих эфира, всех-всех-всех звукорежиссеров, всех людей, которые ее делали, потому что это команда. И тех, кто продолжает сегодня эту работу, очень важную и очень нужную. На протяжении длительного времени она была единственной просветительской передачей, освещающей духовную жизнь нашего края, проповедующей нравственные ценности русского народа, рассказывающей об истории православного Ставрополя. С первого дня программу окормляли священнослужители Ставропольской епархии. Игумен Роман Лукин, ныне архиепископ Якутский Иленский. Игумен Феофилакт Курьянов, ныне архиепископ Пятигорский и Черкесский. И священник Игорь Подоситников, ныне протеерей и благочинный Михайловского округа. Всю информацию в основном народ черпал с экранов телевизоров и страниц печатных СМИ. Печатная газета «Ставропольский благовец» тогда была у нас в Ставропольской епархии, а вот телевизионного слова не было. Единственное телевизионное слово, которое из уст пастыря, архипастыря звучало еженедельно, это была программа «Слово пастыря», которую вел тогдашний митрополит Смоленский Кирилл, нынешний святейший патриарх. И все православные христиане старались обязательно посмотреть эту программу. Но вот Владыка Гедеон, Царство имени Бесное, он позвал в свой кабинет меня, еще некоторых сотрудников епархии, и сказал, что надо бы, чтобы в нашей епархии тоже была телевизионная передача. Что это такое, как это будет? Владыка сказал, вы вот тут все молодые, все очень умные, идите и думайте, и решайте, и мне предлагайте. Но если поставлена задача, то ее нужно исполнять. У меня был небольшой опыт ведения телепрограмм, вот еще будучи настоятелем Успенского храма в селе Кочубеевском, я вел прямые эфиры. Был небольшой опыт, но тем не менее опыт имелся, и поэтому на меня так возрели, как на человека, имеющего опыт. В довольно большой период, 20 лет, формат программы не менялся. Как и первые выпуски программы, сегодня Ставропольский благовест состоит из проповеди священника и сюжета, который рассказывает о православных храмах, знакомит с интересными людьми, рассказывает о церковных таинствах или отвечает на насущные вопросы. Сюжеты программы принимали участие в различных телевизионных конкурсах и были отмечены дипломами и призами. В программе Ставропольский благовест прослеживается история епархии. В рамках этой программы были сняты старинные храмы, которые сегодня восстановили, или новые, которые только строились. Сегодня съемочная группа программы вновь возвращается на эти места. По архивным и современным кадрам зритель может проследить историю конкретного храма. Самым сложным было что? Наверное, попытаться из множества того, чего хотелось сказать, выбрать то, что могло уложиться в формат программы. Вот это было самое сложное, потому что было огромное желание благовествовать, в том числе и с экрана телевизоров. Для каждого человека, который работал над созданием программы, это была настоящая школа жизни. Все они писали летопись русской православной церкви на Северном Кавказе. Сейчас над созданием программы «Ставропольский благовест» трудятся сотрудники епархиальной телестудии «Град Креста». Ведут программы священники епархии – протеерей Владимир Волков и протеерей Игорь Подоситников. Каждую неделю она выходит на телеканалах «Свое ТВ» и «Союз». Хочется верить, что наша программа приносит пользу душам наших телезрителей. Всех вас, в том числе всех создателей, операторов, священников, мирян, которые участвовали в создании и развитии нашей замечательной церковной программы «Ставропольской епархии Благовест», поздравляю с 20-летним юбилеем. Вот 20 лет назад вышла первая передача «18.00». И 20 лет люди, ставропольчане, слышат голос церкви. Это, безусловно, голос проповеди, это голос надежды, это голос любви, это голос социальной помощи, это голос веры. А что значит в нашей жизни вера? Без веры человек теряет смысл жизни. И без надежды, конечно. Совсем теряет смысл жизни. Ну и, конечно, когда голос любви, это чрезвычайно важно каждому из нас, потому что, когда исчезает любовь, наступает уныние, потом теряется вера, потом теряется и надежда. Вот чтобы этого не было, вот эти очень важные человеческие, духовные, душевные качества и вот эти вот дары Божии, вера, надежда, любовь, церковь дарует в том числе через наши церковные такие замечательные программы. Желаю успехов дальше всему коллективу и надеюсь, что еще долго-долго мы будем давать людям вот эту надежду, эту веру и насколько возможно пытаться призывать к молитве, к исполнению заповедей, а значит будет возгораться и любовь. Многое и благая лето, дорогие друзья! Всем вам, дорогие наши зрители, желаем помощи Божией и благословения на предстоящей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok